Друзья, наступил этот волнительный момент, этот влог посвящен нашей поездке на Пхуке, полету, а не поездке. Я все время говорю поездке, потому что привык к автопутешествиям. Все у нас собрано, 4 рюкзака получилось, достаточно тяжелые. Надеюсь, не будет проблем с перевесом, мы не будем за это платить дополнительные деньги. Я должна была взвеситься с ними. Где? На весах. Талант тебе, на месте будем разбираться. А сколько там переплаты будет, если это будет как бы га? За каждый килограмм, сколько там? Когда я последний раз летал? Ну только в Сочи, а что у меня один рюкзак был? А все, у меня полетов за последние 3 года просто ноль, международных именно. Там по объему еще смотрят, а у нас 4 рюкзака. Ну заплатим, если что. Не страшно. Единственное, у меня есть опасения, сейчас на улице пошел снег. Вчера были отмены, около 50 рейсов. Квартиру в целом оставляем в отличном состоянии. Единственное, что у нас это, белье сушится. И так да, все угодно. Я даже посуду вручную побыла, знаешь почему? Если бы я посудамойку включила, это 2 часа, мы уже уехали. А ее открывать надо. Да, столько ждать неохота. Сейчас мы поедем к маме, и уже от нее тогда в Шеремет. А выезжать мы будем очень рады. Попробуй шоколадскую работу скоро. А что с ней? Ничего с ней, просто я когда в тюрьму летала, забрала шоколадку домой. Паспорта взял, международная водительская взял, деньги взял, карты взял. Все, можно валить. Единственное, машину поставил очень далеко. До нее переть, конечно. Ты же сказал, ты подъедешь или вместе пойдем? Вместе я на себя все рюкзаки. Четыре рюкзака? Да. Они пипецко тяжелые. Ну, не впервые. Таких еще не было. Ну, один, если что, возьмешь? Ну, я серые могу взять, они легкие. Мусор забрали. Пакетов получилось много. Еще тут еда. Ну, мамами ее оставим. А что-то сегодня подъедим. Ну, вот, друзья, я надеюсь, камера передает. Достаточно сильный снег. В обычное время я радуюсь, когда он выпадает, потому что очень красиво на улице и светло становится. Но сейчас для меня это проблема. Если рейс перенесут или задержат, это будет совсем не очень. Но об этом мы уже говорили. Сейчас заедем в Макдональдс, что-то перекусим и постараемся лечь спать. В 7.50 вылет. Не знаю, во сколько. В 4.00? В 3.30 встанет. Я очень люблю заранее приезжать в аэропорт. Переживаю. Да. Ну, Сема, ухаживать придется немножечко. Почему, жеркала не закрылись? А я не закрыл еще. Это было непросто. Сейчас время 3.30. И через полчаса мы уже будем ехать в сторону аэропорта. Не знаю, как я это сделал, учитывая, что в основном в 2 ложусь. Такси сейчас недорогое. Комфорт 884 рубля. Я спешу еще. 124 балла, которые у меня тут есть. И 35 минут всего. Поедем по бесплатке, потому что Москва пустая. На улице так тихо, непривычно аж наш таксист. Сейчас загрузимся и все. Мы в дороге официально. Первый контроль прошли. Ноутбуки показали. И сейчас на третий этаж на международный вылет. Катюх. Катюх. Волнуешься? В России. Я рада. Я такая рада. Рассказываю о каждом шаге. Билеты получили. Тебе тяжело. Давайте, я сейчас помогу. В итоге мой рюкзак 7,6 килограмм есть. Это дверь просто. Мой будет еще тяжелее, чем твой. Хорошо, что мы его не ставим туда. Ну, все равно до десятки. Нос чашется, нос чашется. Господи, стоит, стоит. У нас легкий завтрак. Я сачок попью. Не могу с утра есть. Ну, а Катя из крамвала взяла. Или сосиску из индейки. За вот этот наборчик 1166 рублей. Сел ты 400? 300 же. А, 300? 300. А вот это 866 рублей стоит. Дорого вы мне и обходите. 1166 за 300 рублей тоже такое себе. Объем какой здесь? 0,2, наверное. Вместе все. Меня так удивляет, что люди в 7 утра пьют пиво. Тут наверняка и в дютике покупают себе мензурки, чтобы выпить. Ну, я рассказываю, я в Екатеринбург, когда летела, там рядом сидела женщина. Ну, не со мной, а с девочкой, которая летела, а с Машей. Сидела женщина, которая пила из маленькой такой мензурки какой-то алкоголь. Не знаю, что там, типа вискарь был, коньяк, не знаю. Да вискарь, наверное. И забирала и сливала колы. И, как мне Маша объяснила, эта женщина просто очень сильно боялась лететь. Это был ее первый полет. Поэтому она так себя расслабляла. Ну, не в 7 же утра. А у нас там уже начинает народ копиться возле гейта. Поэтому мы сейчас туда присядем. Катюша потом сбегает по своим женским делам. И все, я думаю, нас уже запустят. Все, пойдем. У нас три семерочки. 300ЕР. Заходим в рукав. «Сидела женщина. Я субтитры подостоять. Играет музыка. Я, к сожалению, проспал все. Не пришлось просить дополнительно, что к мне принесли обед. Сейчас я ем булочку с маслом. Тут у нас курица, десерт. Катюха уже съела, говорит, огонь, да? Ну, не то чтобы огонь, но вкусненько достаточно для самолета. Я уже понела, пью чаю. Что пока заберут мусор. Андрей, ты весь в крошках уже, смотри. Ну, убери вот эту большую крошку, она меня напрягает. Наша вторая еда, сыр, ветчина, традиционное масло. Одну у Катюхи еще забрал. Вот это у нас... Хочешь масло? Ну, ничего, без масла. Разочек. Тут у меня курица с макарошками. Ну и полочка. Да на, я просто проверял, поделишься ты или нет. Дело близится к закроту. Ну и нам осталось лететь. В общем, давайте с вами посмотрим. 2 часа 26 минут. 2061 километра. Это все уже три полка. Да, куда Таиланд? Таиланд. Который никам дадут мешать для перевода дверей. Ну что, как-то... Необычно? Все, друзья, мы официально в Таиланде. Ура! Очень жарко, 27 градусов. Я уже покрылся потом. И сейчас будем искать такси. Народу полно. Несколько рейсов, видимо, недавно приземлились. Заказали лимузин-сервис Равайи, 1000 бат. Все, ждем. Я не знаю, что мне говорить, честно. Я просто смотрю вот так вот с открытым ртом. По сторонам, вот и все происходит. Ну что, заценим? Наше жилище. Так, давай еще раз. Я тоже хочу заснять. Достаточно большая комната, между прочим. Мне нравится. Это отлично. Мне очень нравится. Давай. Такой фальш-старт был. Слушай, очень давно. Тут фен было, мы с собой пригласили. Глент, какие здесь комнаты большие, я и забыл. Мне это очень нравится, ребят. То есть здесь удобно. Вот и посидеть, и поработать. Тут и йогой. Я могу на балконе йогой заниматься. Ты говоришь, балкон маленький. Ничего не маленький. Слушай, ну здесь хороший, да, балкон, смотри. Вообще, и посидеть, и столик есть. Здоровая кровать. Здесь есть кондей. Только единственное, ты ключ бы вытащила из двери, Катюнь. Она просто так, да? Ну, как бы, вот эти первые моменты еще не успела одуплиться. Вот, здесь есть душ. Ванна, это редкость для Таиланда. Тут есть холодильник. Здесь есть полноценный шкаф. Я тебе хочу сказать, что здесь сделали ремонт. Вот, такое у нас жилище. Мне нравится. А еще я с менеджером договорился, что как только туристов станет поменьше, они мне поменяют на семью. И будет повыше у нас номер. А что вам сказать? Ну, это всего лишь второй этаж, да? Вы вряд ли сейчас что-то увидите. Вон там офис обязывался. Вот. И там можно до пляжа дойти. Ну, это я тебе все потом расскажу. С кем я разговариваю, сам с собой. Все, будем в себя приходить. Мешаю? Вот и залетела к нам. У нас часы перевелись на телефоне. Да, полдвенадцатого. Двадцать семь градусов. Очень жарко. Я переоделся в шлепки. Невозможные в шорты. И взял банку. Мне тоже в камеру таскать, в кошелек там и пру-пру. Завтра мы возьмем байки. Катя будет. Хонда скупе, а себе писить 150. А, она жесткая. А что, классно тебе, Катю? Не надо убираться. Будут приходить все делать. И готовить не надо. И готовить не надо. Будем кушать где-то как-то. Холодильник есть, шкаф есть. Андрей. Ты понимаешь, что я первый раз за границей? Да. Немножко рябит тут свет. Ну ладно, хрен с ним. Где она еще? Очень сумбурный влог получился. Мы на эмоциях. Но ничего, немножко привыкнем. И будет все постабильней и попроще. Да, если будете смотреть в мой влог, у меня, скорее всего, там будет все вот так вот трястись. Потому что я шла в аэропорту, у меня несколько рюкзаков. Я вот так вот снимаю, все трясется. Не, правда, все очень тяжелое. Четыре рюкзака. Я вот эти два тяжелых нес. У меня, блин, все плечо болеет. Когда на одну сторону перевешиваешь эти лямки со временем, через какое-то количество времени начинает все ныть. Блин, я очень доволен. У нас клевая комната. Здесь полно места, чтобы ты йогой занималась. Я буду работать на балконе, на диване. Нет, единственное, я еще менеджеру скажу, чтобы обязательно поставили нам телевизор, чтобы мы смотрели с тобой в серике. То, что я провод HDMI с тобой взял. И могу вот здесь тоже сидеть. Вообще классно. Канди поставил пока на 23. Он изначально на 22 стоял. У меня выскочил урок за поездку. Ничего страшного. Фу, классно. Сейчас ходим в 7-11. Я Кате возьму пивка, бутылочку. Ну, наверное, не знаю, Чанг или Сингабир. Мне Сингабир нравится здесь. Я у кого? Ты знаешь, я только могу светлая. А ну, легкая. Легкая вообще офигенная. Да-да-да. Прямо уж пауки идти. Ой-ой-ой. Здесь не запрещено? Нет, здесь не запрещено. Распитер. Здесь вообще всем почем будет. Ну ладно, я привыкну. Это я сейчас боюсь всего. Боюсь там, но байки попасться. Хотя с правами, возможно, мы решим. И надо будет ключик сделать. Завтра менеджер будет. Делаем еще копию. Ну, потому что с одним не очень. Мы зашли в Суперчип. Мы немножко смотрим тут продукты. Я, конечно, отвык от этого всего. Но ценами, конечно, фиге. Очень нравится, что вот Синга, да? Сода, water. Ну, по нашим расценкам 18 рублей в стекле. Очень дешево. Пиво Синга Бир в банке 39 бат. Что тут у нас еще? Кола без сахара зерой 14 бат. Примерно 26-27 рублей. Давайте посмотрим, сколько яйца стоят. Это у нас сколько? 4 штуки. Это тоже 4 штуки. 35 бат. 31 бат. Умножайте на 1,8. Катя офигела от розовых яиц. Я, честно говоря, такие никогда не покупал. Ну, здесь вы залили всякие порошки, фигашки. Да. Прикольно. Обязательно будем все пробовать. Я уже 4 или сколько, 5 лет здесь не был. Отвык. Очень отвык. Поэтому немножечко сам, ну, такой, как в первый раз, можно сказать. Так, чтобы нам сейчас взять. Я, Катюшки, как и говорил, хочу пиво взять. Ну, и что-нибудь еще прикольное хочется. Может быть, фруктиков. Ну, пока не знаю. Катю я уже потерял. Где Катя? Я здесь. Это не все. Все, что ты здесь видишь, это малая часть. Вот там дальше еще. И товары для дома и так далее. Блин, немножко стробит здесь. Это резиночки. Да. А зачем они? 46 бат. Всего лишь. Такой объем. А зачем они тебе? Я себе волосы ввязываю. Да, ну, поменьше взять. Сто лет будешь пользоваться такой упаковкой. Нет, у меня дома тут много. Ладно, все, ребят. Я удивляю, что для чего вам влияется? Ну, просто прикольно же. Видишь, ты подошла, обратила внимание. Давай, поворачивай налево. И там еще очень-очень много всего. Я даже один раз видел здесь крыс. Спасибо. Ну, просто вот так, для понимания. То есть, будь здоровы. И для дома есть товары. И прочее прощать. Это и есть лейс? Да? Да. Ну, на самом деле, для обзора покупок и товаров вообще целый блок можно собрать. Блин, так все непривычно. Да, тут совершенно другие товары. Что-то ты видела, а что-то вот первый раз. Душь смотреть. Да, это типа лейс. А это и есть лейс. Это просто на тайском написано. Вот. И бич-пакеты есть, и вещи. Так что, не знаю. Ну, какие-то консервированные фрукты написаны. А дальше по-тайски все написано. 59 бат. Я в шоке, почему это так. Ну, это на 1,8 надо умножать. Да, я понимаю. Ну, я умножаю на 2. Я округляю. На 2 умножаю. Да, так проще, наверное. Согласен. Просто чуть-чуть тебе процент возвращается. 2%. Хотел прервать съемку. В итоге все равно записываю. Вот лампочки Philips. Только цены нет. Или есть. Ладно, пошли. Сколько это стоит? 122 бата энергосберегающие. 15-ти ватка. Да, ну, короче, потом зайдешь, да посмотришь. Пойдем в продукты. Усмарю, элифандрии захотела. А, кстати, такие, как я ношу, примерно. А, нет, только здесь немножечко это. Косточка есть, да? Нет, нету косточки. Как я ношу? Ну, точнее, я вообще не ношу практически. Но если вдруг он не нужен, то у меня вот такие мягкие. Или дойдем до Севена. И там... О, все, я знаю, что я хочу. Так ты возьми мне пиво. Я возьму тебе пиво в Севен-Илевен. Это здесь. Не, в Севен-Илевен. И там треугольчики возьмем. Перекусим, прям сядем на ступеньки. Ты попьешь пиво, а я и треугольчики поеду. Пиво на ступеньках. Да, так все делают. Это нормально. Да здесь вообще все насрать. Ты просто еще не привыкла, мы только приехали. Привыкла. Да, пожалуй, лучше мы, правда, встанем. Ой, а это что за пиво? А сюда мы зашли, ну, потому что он прям рядом с нашим отелем. Ну, это... Не знаю, то ли это есть можно. Наверное, есть пудинги, может, какие-то. Да, это пудинги. Апельсин, клубника. И прочее, прочее. Вот, смотри, на селе есть. То есть это, смотри, прям готовый состав, который ты и сыпешь, и у тебя получается кремовый кофе. Ну, и мой любимый тайский магазин. Сейчас я зайду, кушу треугольничек мой любимый. Так нравится на тебя смотреть, на твои реакции на все происходящее. Где треугольничек покажи? Да, сейчас найдем. Hello! Вот, смотри, еда, если что, они могут подогреть. Тут куча всего. Сейчас буду искать. Вот тут они где-то должны быть. А, ну, вон они, да. Вот они мои любимые. Так, сейчас мы выберем. Какой самый вкусный мне выбрать? Тут есть, смотри, круассанчик. 27 бат. Есть двойной. А, это одно и то же. Тут сосиска, сыр. Ага. Я хочу пицца вкус. Не могу найти. Вот эти тоже очень вкусные. Ветчина, сыр. Хамчиз. Подорожали, однако. 32 бата. Вот эти 27. Какие? Вот. А, да, а этот... А, это вот этот 32. 27. Ну, они около 20 бат стоят. Да, конечно, прям здесь. Какой вкусный будет? Сесонный или удачный? Не знаю, я думаю, может быть, взять себе круассанчик. Нет. Возьму по классике. Хамчи сэндвич. У тебя такой же? Отлично. Ой, вот это что-то красиво запомнили. Не знаю. Софткейк. То есть, это творожное какое-то. Пирожное, творожное. А? Сладкие роллы. Сладкие роллы. Вот это мне, блин, как нравится. Вот это молочко. Мейджи. И вот это. Дойч Миль. Тоже прикольное. Вот. И с пробиотиками. То, что ты любишь эти... Как они называются? То, что мы брали в упаковочках. В Тимель? Да. Вот они здесь дешевые. Вот это оно и есть. Выглядит стрёмно, но очень вкусно. Так. Что дальше? О! Вот это я очень люблю. Локер. Офигенные вапли. Ах, как я тут буду наедаться. Вот, бери в стекле Сингабир. 41 бат. Да. Отличный выбор, Катюшка. А что бы себе взять, а? Вот, смотри, тут энергетики. Старгетики. Они здесь не газированы. Рэдбул. 10 бат всего. Сейчас энергетики не есть. 18 рублей. Не, они здесь очень популярны. Есть и кола. Смотри, какая маленькая. Мы как дикари с тобой. Что ты будешь? Не знаю, я что-нибудь вкусненькое хочу. Мне очень нравится вот этот швепс. Очень. Вон он. Да, я его, наверное, возьму. 16 бат. Ох, вкуснятина. С треугольничками самое то. А, я не знаю. А, это, смотри, это посылки отправлять. Давай возьмем в отель что-нибудь похрустеть попробовать. Да, пожалуйста. Пожалуйста, выбирай. Я помню, я когда их открыла, они учителя крамма воняли. И мама прям нос затыкала. Типа фоу-войн, да? Да, нет, это вонючка, да. Ну, ты хочешь чипсы или больше? Блин, да, мне вот эти так нравятся, как они выглядят. Хочу попробовать. Бери. Ну, с чем? Тут есть кетчуп, ну, есть с чем. Ну, что это? Ой, хз. Есть тут, смотри, этот, как он называется, стоит, леопард. Господи. Читес? Читес, точно. Читес, я люблю. И вот эта остренькая тут есть. С медом и с остротой. Ну, в общем, выбирай. Можешь и то, и то взять. Ой, мне вот эти штуки еще очень нравятся. Я их тоже раньше ел. А, со вкусом томата такие, хрустелки прикольные. Так, ну что? Что-то еще будет? Пойдем с той стороны, хочешь, посмотрим. Корнснэк. Сейчас еще я что-то выберу. Вот, с этой стороны есть просто чипсы. Андрей, у нас там же чайник есть? Вроде да. А что? А, давай попробуем наширак здесь? Ну, я его пробовал. Мне все равно нравится наш, ну, побольше. Да? Да. Ну, сейчас я точно не буду. Если что, завтра купим. Да. Все, пойдем погреем. А мы что-нибудь домой попить возьмем? Попить. У нас вода есть? В принципе, я думал, завтра на байке мы съездим куда-нибудь. Более крупный магазин. Ну, смотри сама. Что ты хочешь? Я, если все-таки возьму йогурт, просто он так выключит. Давай. Какой именно йогурт ты хочешь? А я себе разбиралась. Ну, вот этот полезный. Вот этот. Вот этот? Да. Именно вот этот. Можешь клубничку взять? Мне кажется, его вот как раз больше всего и берут. Давай, пойдем. А я себе возьму молоко, не знаю, шоколадное или клубничное. Ладно, я клубничное. Оп. Все. Вот такой набор. Не знаю, сколько сейчас заплатим, но, по идее, немного. Да все попробуешь, все попробуешь, Катиш. Я только могу всего попробовать нового. Попроси только, чтобы разогреют. Конечно, конечно, разогреют. Чупа-чупс. Если надо. Холс. Так, дружище. Что-то. Warm, please. Блин, ребята, у нас не получилось скупить пиво. Тут новые законы. Теперь можно покупать алкоголь в промежутках с 11 часов до 2 дня и с 5 вечера до 24.00. Поэтому взяли просто какой-то напиток со вкусом лития. Сейчас куда-нибудь сядем с тобой. И все это сточет. Ты как? Не расстроилась же? Нет. Ничего страшного. Я про пиво ты мне сказала. Я сейчас не планирую. А Катя предлагала купить его вот в магазине, в котором мы изначально были. И мы бы успели. Опоздали буквально на 12 минут. Ну ничего. Невкусно? Остро? А как? Сладко и соленое одновременно. Дай мне попробовать. Очень мне нравится. Прикольно. Вполне. Необычно. Правда и соленое, и сладкое. Может сюда прыгнем? Как в Бичи. Но это Таиланд. Тут можно. Можем у нас на балконе. Да? Ну пойдем. Да, можно на балкончике посидеть. Тоже неплохо. Ну все, пойдем в номер. Поотдыхаем. Этот влог я уже заканчиваю. Бляха-муха. Пойдем. Мы же за них заплатили. Вот мы молодцы. Треугольнички-то не взяли.